Человек, который на протяжении долгого времени ходил в бассейн и всегда как бы рядом проходил, здоровались и все. Тут ни с того ни с сего он подошел и говорит, ну как у вас дела, как у вашей дочери дела, как у нее с учебой? Он говорит, да ну вот, не поступила, так и так, вот такая ситуация. Она говорит, у меня знакомый ректор, давайте она поступит в экономический институт. Он говорит, ну уже октябрь месяц, не знаю, куда поступать. Он говорит, ну чего, да вы приходите. Мы пришли, поставили документы. Ну естественно это было платное образование, но по тем меркам совершенно незначительная сумма, если сравнивать с другим, там, ну что я практически бесплатно училась. Это был коммерческий институт, это был плат. Для меня опять, для меня всегда была цель учиться бесплатно, так как мы не ели золотых ложек. Семья очень часто нуждалась каких-то, не всегда даже было есть, что поесть. Во времена, когда вот бабушка там у нас растила. Я все это знала, я знала, как, например, когда мы маленькие были, как оказывается, мы никогда не голодали. Я и два моих брата, мы даже не знали, что оказывается, мы голодали. То есть, а это было, и для меня, я всегда хотела как-то помочь семье, и хотела учиться на бюджете. Это стало для меня новой целью, вот, поэтому я решаю на следующий год поступать все-таки опять-таки в РГУФ, в наш спортивный университет, пробовать заново свои силы. В итоге поступила, и так получилось, что я училась в двух институтах параллель, потому что из одного института я боялась вылететь, из другого я тоже боялась вылететь, но мало ли, все в жизни бывает. Вдруг опять засталась без образования, решила, что там, ладно, уже половина прошла, раз деньги отдала, надо дальше довести. А в РГУФ я сумела поступить на бюджет, получилось бесплатно. И, естественно, параллельно я тренировалась в сборной, это был еще один год, еще один год. Это очень сложно, потому что вот у тебя есть два с половиной часа на перерыв, и в этот перерыв ты должна умудриться поспать, поесть, отдохнуть, установить силы, еще поучиться. И я думала, что я, в принципе, ну как бы с этим справляюсь, но глядя на мою соседку, которая училась в МГУ, я вообще была абсолютно молодым, потому что она училась в МГУ и училась постоянно. То есть она не спала в обед никогда, она вечерами сидела, училась. Ну, иногда, смотря на нее, я понимала, что, ну, не все так плохо, справлюсь, ладно. Вот, поэтому, и вот так вот прошли мои студенческие годы. Так как я училась не на спортивном профиле, а училась на гостиничном деле, никто не слушал, что ты, опять-таки, в спортивном институте, никто не слушал, что ты спортсмен, никаких поблажек, никаких тебе автоматом поставить зачет, никаких, ну, то есть вот этого не было. Можно было закрыть сессии, там, другими путями, но, опять-таки, это был не мой путь, мне приходилось это все самостоятельно проходить, но, и каким-то образом удалось закончить с каждым дипломом. Ну, не знаю, может, какие-то вопросы, или можем посмотреть фотографии. Анисия, а вы потом из сборной когда ушли, если сейчас уже работаете? Я ушла из сборной в 2015 году. Можно, да, на свою шутку? Угу. Если я показываю, что это, я себе, вот. Видите, как они. Да, это мы делали как не влюбленок, просто наши небольшие такие вот... А стандартные 12, да, вообще? Да, да, 12 человек. Вот, это так, это мы на День Победы сделали. И за чеховцы, да. А можно полный петель, директор своих? Заслуженный мастер спорта, 5-кратная чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Европы, 3-кратная победительница Кубка Европы, чемпионка России, обладательница 2-кратная Кубка России, победительница Всемирной универсиады в Казани. В Казани, да. Двукратная обладательница Кубка Европы среди юниоров, первенства Европы. Вот. Видите, все. Молодец. Молодец. А на Олимпиаду по-другому как-то? Вот кто туда поедет, на Олимпиаду? А на Олимпиаду, Олимпиады в моей, это вот тренировочный процесс, Олимпиады в моей жизни не состоялось. Как и для любого спортсмена, Олимпиады являются, где-то Алентич к нам приезжал в гости. Вот кто? Да. Как и для любого спортсмена, Олимпиада является высшей ступенью, до которой тянется каждый спортсмен. Это вот этим Николана Покровская, я получаю герой России. Но так получилось, что когда в 2012 году была Олимпиада, я только, ну, что я пришла, была еще молодой, потому что практически был состав уже сформирован, который должен был поехать на Олимпиаду. А следующая в 2016-м я ушла раньше. Вот, ушла раньше. Ну, почему? Так, ну, как-то так сложилось, так случилось просто. У тебя? У Катя Аниса? Нет, здесь нет. Шесть лет в сборной, да? Сколько? Да, да, шесть лет в сборной. И, ну, так почему, не знаю. Я считаю, что у каждого, ну, головой своя звезда, и каждому кому-то... И так достать. Конечно, да. Кому-то позволено быть пятикратной олимпийской чемпионкой, кто-то. Это вот наш министр спорта, Антонич Колобков, Ольга Александровна Бусникина, Ольга Капрана, пятикратная чемпионка мира по угрозамской гимнастики. Это мы на всероссийской спартакиаде учащихся в семнадцатом году. Это уже сейчас, сейчас. Да, это недавно праздник. Это встреча, вот, непосредственно, занимаем мою должность. Я занимаюсь спортивным резервом, работаю в федеральном центре подготовки спортивного резерва. А где базируется? На Курске, в министерстве, на Казакова. На Казакова. Да, на Казакова. Вот. Непосредственно с детьми я не работаю. Я работаю больше с федеральными программами, с субсидиями, с регионами. У всех всё плохо. Я даже не знаю, как можно готовить детей в тех условиях, в которых у нас сейчас находятся материально-технические базы в регионах. То есть там половина дорожки, тренируй как хочешь, 45 минут. Но для того, чтобы вырастить олимпийского чемпиона, нужны совершенно другие условия. А костюмы как вам шьют? Купальники. К костюмы, купальники. К нам приезжает дизайнер, она смотрит изначально программу. Она пытается понять смысл программы, да, то есть уловить то, какие должны быть купальники. Замеряет нас, потом шьёт купальники. Вот под каждого именем. Индивидуально. А? Индивидуально. Да, они индивидуальные. Но потом они, естественно, переходят с ногу в колено к другому, если там не удается шить. Это вот, собственно, Казань. Универсиальная. Катарочка одна только в коленочке. Нет, есть. Вот, Дарина Валитова. Тоже Катарочка. Она стала первой чемпионкой мира. от микс-дуэта. Собственно, вот, микс-дуэт, это когда мальчик и девочка. Вот. Она тоже москвичка. Она москвичка, да, она москвичка. Она сейчас в сборной. Как ее зовут? Дарина Валитова. А Дарина? Да. Дарина. Дарина. Дарина Валитова. Дарина Валитова. Вот. Собственно, если говорить о микс-дуэтах, то... Первый вопрос. Наша сегодняшняя, Дарина. Уже переходим.